Дорогие коллеги, слушатели, всем привет! Меня зовут Мария Игнатенко, я бренд-менеджер в России. Со мной мой коллега Паша Жуков, креативный групп хед из агентства Аффект. Паш, привет! Привет-привет! Сегодня мы хотим поделиться своим опытом и рассказать, как, используя опыт создания видео для диджиталов, создавать, в принципе, универсальный контент, в том числе и для масштабных ТВ-компаний. Мне кажется, что текущая непростая ситуация, я думаю, Паш, ты со мной согласишься, стала еще одним доказательством того, насколько диджитал уже стал и продолжает становиться неотъемлемой частью нашей жизни. И это мы видим в том числе на цифрах. Если еще даже четыре, а уж тем более восемь лет назад, все-таки ТВ-смотрение, оно превалировало над временем, проведенным в диджитале, то сейчас, уже по данным 2019 года, диджитал намного сильнее обогнал ТВ, и в основном российская аудитория проводит время в интернет-пространстве. И теперь уже сложно представить бренд, который бы не общался со своей аудиторией в диджитале. Но, тем не менее, для крупных брендов, которым важно построить национальный охват, все-таки телевидение остается одним из основных каналов коммуникации. При этом уже в текущей ситуации нельзя разделять аудиторию только на диджитальную и только на ТВ. Хотя раньше, в принципе, можно видеть, что была аудитория, которая смотрела только телевидение, но с каждым годом процент этой аудитории он снижается. При этом еще небольшими темпами растет аудитория, которая проводит свое время только в диджитале. Все-таки сейчас большинство аудиторий это, скажем, такого рода пересечения диджитала и ТВ, это аудитория, которая проводит время и там, и там. В связи с этим диджиталы, телевидение, они, в принципе, очень сильно пересекаются сейчас. И если раньше, скажем так, контент можно было делать только для одного канала и другого, сейчас все перемешалось. Помимо того, перемешались не только зрители, но и контент-мейкеры. То есть, если мы посмотрим на звезд, которые мелькали с телевизоров, смотрели на нас, то теперь они успешные блогеры, которые запускают новый-новое шоу на Ютубе. Да, даже и сами каналы уже делают и идут полностью в диджитал, делают туда специальные проекты. Но и наоборот, звезды, блогеры, они теперь, на самом деле, звезды ТВ, они приходят на государственные каналы, приходят в различные известные шоу и так далее. То есть, сейчас контент-мейкеры также перемешались и известны как в одной сфере, так и в другой. Но, тем не менее, у нас, если мы видим такое объединение, да, диджитал ТВ, что там все смешивается, инструменты качают из одной сферы в другую, у нас все равно остается привычный для нас подход, когда мы сначала снимаем дорогой глобальный такой масштабный ТВ-ролик, а потом уже режем его на кусочки и продвигаем в диджитал в виде там преролов и так далее. И почему это не наоборот? Почему мы делаем именно так? Во-первых, кажется, что OLV — это более дешевый формат, и мы не сможем вытянуть правильную, хорошую картинку для ТВ-аудитории. Во-вторых, что в OLV мы часто можем использовать различные специфические настройки таргетинга, а значит, для телевизора они не подойдут и не будут работать какие-то определенные креативные фишки. Ну и третья история, мы уже с вами убедились в обратном, что все же существует иногда мнение, что блогеры неприменимы для телевидения. Конечно, какие-то неприменимы, но если мы берем топов, которые охватные, которые медийные, то, скорее всего, их уже знают из «Голубых экранов». И мы подумали, вот если есть такие движения, да, если есть объединение разных сфер, наверняка же уже делали по-другому, и, в принципе-то, мы сейчас не открываем Америку. И мы хотим, наверное, поделиться интересными несколько кейсов от коллег наших, которые взяли креативный формат digital и перенесли его на телевизор, например, Yota. Мы видим условно, вот у нас идут красивые ролики, а потом начинается обыкновенный рекламный баннер с текстом, который доносит единственное сообщение. Это такой формат скринкаста даже. И это супернеобычно для телевизора. Такой формат, ребята перенесли туда, и реклама выделяется, реклама становится заметной. Здорово, здорово. Еще интересная история для телесериала «Света с того света», которая не использовала таргетинги Ютуба. Конечно, на Ютубе она тоже так делала. Она говорила, если ты смотришь сейчас кулинарный какой-то блок, открываешь, но при роли говорила, не надо ничего открывать, я знаю о кулинарии лучше. И также она сделала из телевизора, то есть фишку взяли, перенесли на телевизор, она говорила, вы сейчас смотрите, сидите перед телевизором, у вас там есть окно, пульт в руке, вижу, вижу. То есть, понимаете, мы берем диджитальные форматы, переносим их в телевизор, и у нас получается необычный, интересный контент. Ну и мы тоже решили попробовать, почему нет, и что из этого может получиться, решили поэкспериментировать. У нас, как у бренд-команда, стояла задача построить знания о мужском портфеле с ЙОС и среди мужской целевой аудитории. В принципе, сейчас рынок мужских средств ухода с собой растет, как никогда. Спасибо активному развитию культуры за собой, открытию барбершопов и, конечно, лидерам мнений. И бренды, у которых в своем портфеле есть мужские средства, сейчас видят в этом своей части мужского портфолио особый источник роста. С ЙОС здесь тоже не стал исключением, и мужское портфолио с ЙОСМЕН активно развивается и растет двузначными темпами последние три года. При этом у этого портфеля с ЙОС никогда не было отдельной коммуникации, и мужчины знают с ЙОС как в основном бренд, у которого только женские шампуни. Поэтому наша задача была как раз построить знания среди мужчин о том, что в СЙОС есть не только женские ассортимент, но и мужской. И поэтому мы обратились к нашим коллегам из агентства Аффект с задачей разработать креативную идею и, собственно, снять нам ролик, подготовить сценарий и выпустить эту новую коммуникацию на российский рынок. Поскольку это не совсем такая стандартная история, когда мы переносим ролик у LV на телевизор, мы решили посоветоваться еще и с коллегами из Гугла и привлечь их. И те факты, которые мы сейчас говорим в основном, они вот придны в исследованиях по ссылочкам. Надеюсь, презентация у вас будет. Первый факт, который мы, конечно, понимали, но именно фактическое доказание нас удивило, это что 50% ROI зависит от креатива. То есть от нашей с вами идеи нам важно придумать интересный сценарий, интересный ход, интересную картинку. И если раньше говорили, что идеи ничего не стоят, сейчас мы видим, что идеи действительно чего-то достойт, а именно многого. И чтобы правильно подготовить тот самый креатив, конечно, для вас никого сейчас мы не удивим. Надо правильно старгетироваться, правильно понять, кто ваша целевая аудитория и на кого будет направлен этот креатив. И вот кто наша была целевая аудитория. Мы знали, что мужчина с US Man, это молодой мужчина, ему где-то 19-39, при этом он уже в хорошем статусе, он в статусе либо специалиста, либо менеджера, с уровнем дохода среднего и выше среднего. Таких мужчин обычно волнует успех, и они максимально стараются привлечь внимание к тому, чего они уже достигли. И стиль, и стильная прическа, это является такими атрибутами собственно успешной жизни. и самыми, скажем так, видимыми признаками того, что у человека все хорошо. Наравне, наверное, с хорошим автомобилем, хорошим телефоном. Паш, поправь меня, если я не правду. Я прическу сейчас поправлю. Поэтому для таких мужчин важно внимание, а съезд как профессиональный бренд, он может сделать тебя стильным и, соответственно, привлечь к тебе это внимание. Отсюда и родилась, по сути, такая очень простая, но очень метко попавшая в нашу целевую аудиторию бренд-идея, которая звучит очень просто. Внимание сьюсмен. И, с одной стороны, она отражает то, что тебе дает сьюсмен как мужчине, который хочет, чтобы на тебя обратили внимание. С другой стороны, она привлекает внимание к бренду, если ты почему-то на него раньше не обращал внимания. А если мы говорим про внимание к нашему ролику и продолжаем делиться с вами интересными находками на проекте, то 50% нажимает скип сразу, а нам все же надо бы привлечь их внимание. Мы стали анализировать, почему так происходит. И первое, о чем мы подумали, конечно, это эра короткого контента, короткого формата. Конечно, мы хотим быстро потреблять листаленту, но коллеги нас немножко в стиле и сказали, друзья, но ведь мы смотрим с вами фильмы Марвел, мы смотрим длиннющую игру Престолов, а еще дольше ждем, пока она выйдет. Благо, уже все закончилось. И все же мы с вами можем смотреть линые форматы, и дело здесь на самом деле в креативе. И такие примеры есть, которые это доказывают и стали пиарными. Например, у бренда Виски есть ролик с актером, где он сидит 45 минут, это приролл, и просто пьет виски. И людям интересно, что дальше произойдет. В каких-то версиях там сзади что-то происходило, в каких-то он просто пил. И люди смотрели, им стало интересно. То есть эти 45 минут они наблюдали, управляли их вниманием или играли необычным контентом. Другая история от Old Spice. Это 14-часовой ролик на телевизоре. И такой же бесконечный приролл на Ютубе. Ребята просто сняли много разного материала и переходили с помощью разных визуальных приемов один в другой. То есть мы с вами все же можем создавать долгий контент, и он интересен, его смотрят, и он становится пиарным. Но мы не собирались делать долгий ролик. Как мы помним, у нас цель создать ОЛВ, с которым мы пойдем на телевидение. И тут есть несколько правил, как сохранить то самое внимание, которое нужно. Первое – это правило 6 секунд. У вас есть всего 6 секунд, пока пользователь скипнет ваше видео. То есть 6 секунд – это наше гарантированное сейв-время, когда пользователя мы можем точно зацепить. Поэтому не тратим целую секунду на то, чтобы показать логотип на черном экране. Обязательно встраивайте ваш логотип в сеттинг кадра, как, например, сделали мы. У нас светодиодная вывеска, она же загорается, и она же рядом с героем. То есть она дополняет историю. Или как сделали коллеги из Авито. Они начали с телефона. То есть они не потратили вот ту самую заставочку, плашечку на весь экран. Они сэкономили целую секунду. Плюс действие должно начинаться сразу. Сюжет должен начинаться сразу, чтобы захватить сюжет, режиссерский ход, интересная картинка, чтобы привлечь внимание. Во-вторых, внимание еще удерживает живое общение, как вот сейчас мы вдвоем общаемся с вами, и вы нас видите. Почему так? Так, желательно, чтобы картинка была крупной. На 15% может увеличиться количество просмотров только за счет крупности картинки, потому что мы создаем эффект живого общения. Ваш герой как бы разговаривает со слушателем, и состоится такой некий контакт. И коллеги из Google как раз провели несколько тестов. Они показали нам один и тот же ролик, который с чуть более общим планом и с крупным планом. Опять же, подумайте, почему политики и новостные различные выпуски вещают именно вот в таком формате. Во-вторых, нужно держать темп. Все же мы говорим, что да, готовы смотреть длинную картинку, но скучную картинку никто смотреть не хочет. Поэтому нужно создавать такие некоторые волны динамики. Что это такое? Если раньше в классическом сюжете у нас поднималась линия развития, 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 где-то в конце там случился апогей, до которого уже скорее всего никто не досмотрел, потому что долго все развивалось, то сейчас выглядит все немножко по-другому. Кривая такая сценарная выглядит следующим образом. То есть сначала мы делаем интригу, там же показываем бренд, 6 секунд я всего, а нам надо показать даже тем, кто скипнет, чтобы они минимальное количество информации получили. Потом у нас развивается сюжет, и интерес потихонечку падает. И нам в определенных точках нужно поддерживать его, то есть сделать неожиданный поворот, чтобы вернуть внимание. После этого у нас доступает опять в поле, где заинтересовался слушатель, смотрящий, и, соответственно, потом опять идет на спад и уже досмотрит только те, кому прям действительно это зашло и кто является целевой прямой аудиторией и, возможно, фанатной бренд. Как сделали мы? Короткий пример. Вначале как раз показали логотип, как я сказал. Потом на второй секунде мы уже заявили продукт, показали сразу, и при том аккуратно. Показали дальше клейм, который основной наш продуктовый, и здесь началась игра режиссерская, игра актера, то есть чтобы завлечь, что пошла интересная картинка. На 14 секунде, потому что мы мыслим плюс-минус форматами, привычно для нас там 6-15-30 секунд. На 14 секунде мы делаем еще один яркий, самый запоминающийся кадр, который обратит на себя внимание и, опять же, удержит пользователя, чтобы он продолжил смотреть дальше. И в конце уже, понятно, там, по-моему, шо-то поклазит. Что еще нужно помнить, чтобы сохранить то самое внимание, особенно брендам с темными цветами в гайдбуке? Что темная сторона всегда проигрывает. Почему? Мы с вами смотрим в телефонах, не на полной яркости, за свеченными экранами, потому что где-нибудь сзади находится окно, например, и черная картинка плохо видна. Когда я плохо вижу, мне неинтересно это смотреть, я не понимаю, что я смотрю. Потому либо делаем светлую картинку, если делать не можем, обязательно помним про контраст, чтобы были основные элементы подсвечены, и правильное выставление света, конечно же, на площадке, потому что ваши визуальные образы, это очень важно, вы же доносите не только истории, но и визуальным образом, который есть у вас в видео. Еще одно маленькое правило, помним про контакт, что если мы хотим подсветить какие-то основные клеймы, а это здорово, большие тексты всегда запоминаются как цифры, то если мы их размечаем, не загораживаем героя. Все время контакт с камерой, контакт со зрителем. Если здесь будет текст, то это контакт прервется. И неважно, кто у вас, это человек, машина или ваза. Ну и когда вы уже построили очень прочный базис на основе того, что сказал Паша, только тогда реально вишенкой на торте, когда у вас уже есть хорошая идея, вы исследовали свою целевую аудиторию, правильно построили сценарий, тогда уже можно подумать и о том, чтобы добавить свой ролик лидера мнений, потому что без хорошей простроенной прочной базы, конечно, бывают такие случаи, но не так часто, что весь креатив будет держаться на одном селебрити. И узнаваемое лицо, оно работает хорошо как в диджитале, так и в ТВ. И сейчас, мне кажется, особенно абсолютно неважно, где селебрити начинал свою карьеру. Он мог начать ее на ТВ уйти в диджитал, мог начать в диджитал уйти на ТВ. Все так перемешалось, что это перестало играть роль. Для нашей целевой аудитории мы выбрали человека, который бы олицетворял стильного, селфмейд парня, который несет вот этот стиль в массы и делает то дело, которое ему приносит не только, скажем так, известность, но и кайф. И мы выбрали Евгения Савина. Он сейчас блогер Красава. У него свой футбольный блог на YouTube и в Instagram. Он также бывший футболист и периодически появляется на ТВ, поэтому наша аудитория контактирует с ним практически на всех медийных площадках. Наверное, вам больше всего интересно, что же у нас получилось, почему мы тут пришли и рассказываем вам, как правильно делать видео. А получились у нас очень классные результаты, но прежде чем их вам показать, давайте все-таки посмотрим тот прекрасный ролик, который мы с Пашей наснимали. Сьёс Мэн. Профессиональный уход. Специально для мужчин. Теперь тебя невозможно упустить из виду. Твои сильные волосы всегда в фокусе. Твой стиль хочется копировать. Ты задаешь направление. И все внимание только на тебя. Внимание! Сьёс Мэн. Ну и давайте к результатам. Мы их разделили на три части, чтобы показать вам весь спектр того, что у нас получилось. Медиа, бренд и продажи. Если с точки зрения медиа смотреть, то благодаря хорошему выстроенному сценарию, который соответствовал вот этой кривой от рекомендаций Google, мы получили очень высокий средний досмотр. Он был порядка 38%, что на 18, ну практически в два раза больше, чем бенчмарк по рынку. При этом благодаря хорошему уровню досмотра удалось практически на 50% сэкономить на cost per view и за счет этого практически в два раза больше показать наш ролик целевой аудитории. И вот в состоянии на прошлую неделю мы уже достигли 34 миллионов просмотров в тотале этого ролика. Если говорить про результаты бренда, то хотелось бы еще уточнить, что ролик получился настолько классным и интересным и заходящим в принципе любой стране, что мы этот ролик экспортировали и отдали некоторым нашим коллегам из стран Европы. И вот результаты, которые сейчас покажу, они пришли из Австрии. Там есть такая компания «Голубах», которая проводит каждый квартал премию «Голубах» «Янгстер Ворд». Заключается она в том, что компания «Мери» какая же из медийных компаний лучше сыграла на молодой аудитории и какая компания помогла бренду наиболее улучшить свои показатели среди молодых австрицев. Так вот, Сьюз занял третье место и улучшил по многим показателям свои бренд-метрики, но вот три, которыми я бы хотела поделиться. Бренд стал восприниматься как более молодой, наверное, потому что все-таки мы прислушались к этому диджитальному опыту, как правильно делать ролик. Более современный, ну и 55% участвующих в опросе изъявили желание купить бренд после просмотра ролика. Ну и самое, наверное, главное для маркетолога, помимо бренд-метрик, конечно же, это результаты продаж, и они тоже не могут не радовать. Во-первых, за время компании мы дважды побили свою рекордную долю рынка. Первый раз в ноябре-декабре, когда мы только делали диджитал-трайл с этим роликом, прежде чем пойти на ТВ, а второй раз, когда мы уже начали ТВ-компанию в феврале 2020 года. И за весь тот период компании с ноября до февраль продажи бренда выросли на 23% против результатов прошлого года. При этом портфель, дистрибуция и промо-нагрузка у нас остались на том же уровне. Поэтому привязываем такие результаты классные роста в первую очередь к той медийной поддержке, которую мы начали на бренду. Наверное, хочется еще продолжать говорить, но, к сожалению, наше спаршее время ограничено. Я со своей стороны хочу сказать, не бойтесь экспериментировать. И мне кажется, сейчас эпоха такая, что позволяет нам делать любые эксперименты с контентом, с видеоформатами и играть с целевой аудиторией. И, как вы видите, это может приносить свои результаты, как медийные, так и бренд-результаты, так и, конечно, результаты продаж. Поэтому делайте контент красивым, результативным, качественным и, конечно же, продуктивным. Ну, я, наверное, от себя еще добавлю, что да, действительно, у нас накопилось много экспертизы во время работы, еще много интересных фактов, которыми хотелось бы поделиться. Мы постарались сделать выжимку самых каких-то таких необычных, по нашему мнению. И, да, в завершение я тоже скажу, что не бойтесь, пробуйте, экспериментируйте, делайте разные креативы, любите то, что вы делаете. Субтитры делал DimaTorzok